Умные сёла и города, международные аэропорты, важные транспортные коридоры и Карабахский регион находятся на пути к возрождению. Восстановительные работы обсудили в рамках пятого заседания координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях. Руководитель администрации президента и штаба Самир Нуреев подчеркнул, что важные направления предстоящей деятельности уже определены. Среди них разминирование, энергоснабжение, градостроительство, создание инфраструктуры транспорта и связи. В рамках штаба действуют более 17 рабочих групп. Уже к концу этого года в эксплуатацию будет сдана взлетно-посадочная полоса международного аэропорта в освобожденном Физулинском районе. Вторая воздушная гавань строится в Зангелане. Самолеты будут летать и в Лачин. Там строительство аэропорта начнется в ближайшее время. Создание инфраструктуры, в том числе строительство трех международных аэропортов на освобожденных территориях придаст мощнейший импульс развитию туризма в данном направлении. Это как бы сблизит наших гостей с новой туристической дестинацией, создать дополнительные коммуникационные возможности. За годы оккупации Армения сравняла землю исторически и религиозные памятники Азербайджана. Реставрация некоторых объектов уже началась. Комиссия из местных и зарубежных экспертов составила несколько планов по восстановлению главной мечети Зангеланского района. К слову, там же реализуется пилотный проект «Умное село», где будут применены передовые информационно-коммуникационные технологии. Прежний облик возвращается из жемчужины Карабаха к городу Шуша. С учетом элементов прежней архитектуры будет возрожден и Агдам, который армянские оккупанты превратили в город-призрак. Шамистан Мамедов, CBC.